Да, радость меня охватывает, Россия должна быть спортивной. Мы возвращаем ГТО, и, наверное, это хорошо, но лучше поменять конституцию. Я люблю, конечно, масюков наших, но простите, сам я реально катаюсь на велосипеде, но почему страна, бывшая лидером в медицине, скатилась на место в десятке, но не в первой? Клёво, да? Тоже клёво, когда дебил из штатов решил навести мир с помощью оружия. Ну-ну, давай попробуем. Господь же дал нам, точнее нашим медикам, ковид. Не въезжайте плохо, причём наградил ровно по вашей конституции. А в России всё по-другому. Российские бабушки, не место для вас у подъездов. Не въехали, въезжайте. Нет для вас места рядом жильём, нет, и всё. Спортом на годах от 70 занимайтесь. Прямо там, где я располагаюсь, это Карломаркса 54. Все хотят жить здорово и красиво. Да-да-да-да, все здесь хотят жить здорово и красиво, и поэтому, обратив внимание на то начало сюжета и на концовку сюжета, вы не увидите здесь чего? Вы не увидите здесь сидушек возле подъезда. Все же должны быть здорово. То есть бабушка, ну, я не понимаю, есть такое время, такое, да, или место жительства. Ну, не всегда бабушка может переходить, да, такие существуют люди. То есть, ладно, мужики, они как бы у нас крякают ещё до того момента, когда на пенсию ходят. В 90% случаев. А особенно, что сейчас, да, клёво. 65 лет, если ты не на горячем стаже, то всё, приехали. То есть, мужики-то уже понятно. А бабушке, ну, представляете, 90 лет. Как она может куда-то дойти? Если у неё ещё хорошо, что внучата есть принесут, а если внучков нету, как это делать? Она еле-еле дойдёт до сидушки, а сидушек-то и нету. Клёво, да? Клёво. Вот. Меня об этом деле попросили сделать материальчик. Я, естественно, его делаю. Внедрять или не внедрять правила, вот для чего депутатская группа. Меня реально это взбесило. И это Ленинский район. К слову, дело Ленина. Так вот, в Ленинском государстве сортиры были в каждом квартале. Не знали, а знаете. В каждом квартале были столовые. В каждом квартале по вечерам были площадки для танцев и музыки. В каждом квартале были ледовые площадки. В каждом доме можно было отдохнуть рядом на деревянных сиденьях. Что-то как-то стало реально странно. Так вот, так оно и было. Не знаете? Спросите у бабушек. С дедами у нас как-то сложно. Я-то помню, как идеал социализма. Как у горбучухала. Резвый и лучший подход безналоговой, когда бизнес выкатил Россию до идеала. Я знаю. А 30-летний этого не знает. И вот что я вижу. И к слову о том, что радости от будущего я не вижу. Никакой. Но если бы, конечно, я бы вышел в депутаты, можно было кое-что по-другому сделать. Представляете, да? Можно было бы вам продемонстрировать, как депутатское кресло-то работает. Ну, КПРФ у нас на втором месте. Единороссы как-то обошли. Вот. И товарищ, который меня обошел, он работает типа со шлаком. Вот. Я не знаю, как его фамилия. Ну, фамилию примерно знаю. Да ничего не буду говорить. Еще несколько точек будет. Не торопитесь. Да-да. Раз ты со шлаком работаешь, то, естественно, у тебя есть подряды, которые берут шлак для шлакоблока. Хотя, по сути событий, нашим шлакоблоком из комбината я вообще не стал бы пользоваться, поверьте мне. Его, знаете, куда можно засыпать? Ну, похоже, туда и делается. Потому что на комбинате при гранулировании шлака используется такая штука под названием радиация. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Клево, да? Клево. Поэтому, ребят, ну, прежде чем что-то из шлака делать, обратите внимание, откуда этот шлак. Часто, иногда, и я вообще не знаю, о чем идет речь, но бывают такие ситуации, когда шлак берется прямо с комбината. Ну, думайте, это ваша проблема. Вот. Ну, хорошо, о чем идет речь, то далее того, как раз ты работаешь со шлаком. Хотя бы немножко шлакоблока привезите сюда. Просто положите, чтобы бабушки хотя бы сидели. Ну, а сверху есть товарищи, которые сделают, ну, прибьют доски. Думайте, господа, прежде чем идти в депутаты.